Здравствуйте, вы смотрите в прямом эфире Черноморской телерадиокомпания. С вами Владислав Майструк и моим собеседником сейчас будет Дарья Калинюк, Центр противодействия коррупции. Здравствуйте. 30 ноября Украина узнала имя антикоррупционного прокурора. Им стал или станет стал Назар Холодницкий, который до этого занимал должность первого заместителя прокурора Крыма, то есть автономной республики Крым, того прокурора, который в экзиле. Он уже имел достаточно богатый опыт работы в прокуратуре, около десяти лет работает непосредственно там. Вот вы очень тщательно следили за всем процессами избранья антикоррупционного прокурора. Скажите, из всех возможных кандидатов это действительно лучше? Как на меня, нет. Безусловно будет чиниться величезный тиск. Наверное, что до того, как он станет успешным, на него будут спроби тиску. И ему нужно иметь достаточно стрижень, чтобы противодействовать этому тиску. Стосовно Назара Холодницкого, ну, немає підстав и доказей вважати, что он мает цей стрижень и что он мает какие-то результаты против этой коррупции. Это также не означает, что у него нет и не будет этих результатов. Это означает, что пока уже час и первым тестом антикоррупционного прокурора будут его первые призначения, призначения его заступники и корівники ввити. Кстати, по поводу заместителей и руководителей отделов. Вот в шорт-лист, да, на номинацию попал также Максим Грещук. Я так понимаю, что, по крайней мере, когда вот был Холодницкий или Грещук, вы болели достаточно открыто, можно сказать, за Грещука, ну, потому что человек, по крайней мере, с такой историей самопожертвования, да, даже, ну, за Родину, да, чего нельзя сказать за Холодницкого. То есть человек полгода был в аэропорту Донецком, и в самые такие горячие моменты. Вот, как вы считаете, вот Максим Грещук, господин Касько и другие, да, достойные люди, которые вы наверняка там тоже выявили в этом большом списке больше 100 человек, они будут работать в этой антикоррупционной прокуратуре или же они пойдут каждый по своему пути уже? Ну, конкурсная комиссия продолжает работать, и конкурсная комиссия зараз повинна делегуати, ну, номінувати трех на всі ці посади, там десь близко десяти адміністративних посад. И я сподіваюся, что там будет и Грещук, что там будет и Касько, и что там будут очевидцы, поединяться кандидатурой, подтриманной генеральным прокурором Шокином, зокрема пан Говда, ось пані Біленко. Тому вибір будет за антикоррупционным прокурором. Побачимо, чи він готовий буде, наприклад, призначити заступником того же самого Грещука, який отримав 11 можливих голосів конкурсної комісії, який на противагу від Холодницького не мав жодної претензії, жодного питання конкурсної комісії. Холодницький, чому він отримав 7 голосів? Тому що це, можна так сказати, був результат компромісу або випадку, або спроби членів конкурсної комісії, нелояльної до президента, відбити кандидатуру Говди, явно про Шокинського кандидата. І коли було зрозуміло під час рейтингу голосування, що за такого досить очевидно сильного кандидата, як Віталія Каська, не буде голосів, тоді Мері Батлер, Віталій Шабунін, Йосип Зісельс, вони всі втрьох проголосували за Холодницького, щоб він отримав більше балів, ніж Говда, і щоб він був поданий другим, після Грищука, на розгляд Шокіна. В нормальній країні, в очевидь, Шокін мав призначити Грищука. 11 голосів конкурсної комісії, людина, яка доказала своєю позицією незалежність і готовність боротися на фронті зовнішньому. Тобто, людина, яка відстоювала Донецький аеропорт, знає, що очікують наші воїни на передовій. Вони очікують, що є боротьба з внутрішнім фронтом, на внутрішньому фронті з корупцією. Він як прокурор, прокурор регіональний військ, і він готовий боротися на внутрішньому фронті. Ось, але незважаючи на це, усвідомлюючи, що Голодницький отримав трійку голосів, взагалі, волею випадка, Шокін призначає... Три голоси – це фактично ті голоси, які має отримати Касько. Шокін призначає Холодницького. Тобто, на його думку, мене, в принципі, знаючи нашого генпрокурора, це не дивує, але чим керується генеральний прокурор? Хто більше люду на системі? Грищук чи Холодницький? Вочевидь, Холодницький. А які у них відносини з генеральним прокурором? Вчера був господин Нищук, у нього спросив, не ви, він якраз цього не говорив, а другої членів комісії, що ми за Касько голосувати не стоїть, тому що за вас прокурор Шокін голосувати точно не буде, тому не будемо забирати шанси у когось другого. І тоді показалось так, що якщо у тебе плохі відношення з генеральним прокурором, то це тобі точно не місце. Але тоді у мене питання, які відношення у цих двох чоловік з генеральним прокурором? О, господин Нищук сказав, ну, ніяких, наскільки йому звісно. Не знаю, я також не можу коментувати, тому що просто не знаю. Але єдине, що Грищук не працює в генеральній прокуратурі. Холодницький працює фізично в генеральній прокуратурі. Тобто він більше наближений до генерального прокурора, і він більше людина зістем. Ну, вот смотрите, помните, был такой фильм в начале 90-х Брайна де Палма «Неприкасаемый», «Untouchables». Ну, в принципі, там какая суть? Там собирается, там Кевин Костнер, гравный герой, он собирает вокруг себя групу тоже отважних полісменів, которые должны, ну, їх одна задача – посадить Аль Капоне, да, который бесчинствует в Чикаго. И там собираются люди, которые готовы умереть ради этой идеи, ради того, чтобы посадить Аль Капоне, посадить одного негодяя, они готовы умереть. Ну, вот вы сами сказали, да, Грищук, он показал, он пошел воевать, он был в Донецьком аэропорту. Я не знаю, задавали лися такие вопросы у конкурсантов, да, у конкурентов, готовы ли они, ну, умереть ради своей, ну, выполнения своего долга. Ну, наскільки мені відомо, таких запитаний не было. Питание было, наскільки вони готовы до тиску публічного. Ось, и, честно говоря, были люди, на которых уже був тиск. В плане Грищука на него був тиск, не публічный, але інший тиск. Не меньше, захищающий аэропорт, я думаю, что он очень серьезный тиск. А, в этом складе. Так, в этом плане, но это также это попробование духа. Ну, конечно. Это говорит, это слово за себе что-то говорит. Ось, и я думаю, что это человек, которая видела смерть, и которая знает цену нашей победы, и которая не прогавила бы свой шанс, и которая могла бы чинить опор генерального прокурора, и президента. Потому что и президент, и прокурор, они зацикавлены в том, чтобы установить свой контроль над НАБУ. И, дивячась на эти две фотографии, я думаю, после спілкувания с обеима кандидатами, я думаю, что прокурор Шокінн сделал для себя очевидный выбор. Я не говорю, что Холодницкий поганый. Я говорю, что не имеет права вважать, что он независимый, и что он лучше за профессиональными способностями, чем женщина. Ему нужно будет это доводить. Первый крок – это призначение заступника. Першим заступником має бути Грищук. Даже не Касько. А Касько? Грищук отримал 11% от конкурсной комиссии. То есть, фактически, его мав бы призначити шок. Его вице-президент, так сказать. Его мав бы призначити Шокин. Так, Касько также має бути среди заступников, как сильный кандидат. То есть, если Холодницкий мает стержень, если он независимый действительно, он мает призначити, точнее, что он не сам призначает, а он в стреке, которую ему номинует конкурсная комиссия, выбирает одного, которого призначит Генпрокурор. То есть, если Генпрокурор не призначит, например, он выбрал Касько, допустим, а Генпрокурор не призначит, тогда Генпрокурор принесет ответственность, объясняет, что он не призначит. Скажите, дело в том, что антикоррупционная прокуратура тоже будет не один, не два, не три, даже не пять. Их будет 50, если не ошибаюсь, 50 человек. Что точно не знал. Ну, приблизительное количество. То есть, такая команда, достаточно большая, найти еще таких специалистов, которые способны и которые хотят. Ну, вот мне такой к вам вопрос. Сколько времени вы даете антикоррупционной прокуратуре, уже не Холодницкому лично, для того, чтобы вы потом могли сказать, что это все блеф, ну, как многие считают, что вообще вся эта история с Национально-антикоррупционным бюро, с антикоррупционным прокурором, это все блеф. Чтобы сказать, что это блеф или нет, сколько времени вы даете? Конкретно Холодницкому – тиждень. Да, именно так. После того, чтобы вы думали, что вообще нужно ждать дальше. Ну, а допустим… Если там будет ГОВДА, то мы закрываем лавочку и мы начинаем просто штормить різными заявами про злочини и вимагать результат. И, фактически, это приведет до того, что будет изменение керівництва антикоррупционной прокуратуры. Стосовно всей антикоррупционной прокуратуры, она является невидимным элементом и так же НАБУ, Национального антикоррупционного бюро. Так? Вони працюють в зв'язке. Тому час нужно давать им обо. З моменту початку работы, таким моментом можно назвать уже сегодня. Ну да, уже один день. Ну, допустим, еще один день, он еще реально не может почать… Ну да, он на команду. Допустим, через тиждень. Да. З моменту початку работы, реальні результати розслідувань в публічному прояві будуть свідомими, ну, я думаю, не раніше, ніж через три месяца, коли мы матимем, наприклад, какие-то оголошения про підозру, какие-то затримания. То есть классические 100 дней, как дают президентам, правительству? Ну, и то, это еще, розумієте, три месяца для того, чтобы провести комплекс неупередженое розслідувание складной справы, это мало. Да, наверное. Это первые проявы каких-то там дребнейших, дребнейших больше фігурантов. Великие справы мают выстрелить через півроку, через рік. То есть, скажем, бессмертна ли коррупция, как мафия, мы сможем сказать через год, если все же... Плюс, для Центра протидії коррупции, что мы постійно делаем? Мы монетируемо всі результати журналистских расследований и пишем заявы про злочин. До сегодня мы не писали их на адресу НАБУ. От сегодня мы можем их писать на адресу НАБУ. И результат реакции НАБУ на наши, и, соответственно, антикоррупционный прокурор на наши заявы про злочин будет индикатором для нас, чьи есть там рух в направлении результатов, или нет. У меня к вам еще два вопроса, обязательно должны задать. Первый касается, вообще, в каком контексте будет работать антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро. Потому что, как сказал тот же господин Нищук, все зависит, в принципе, от глобальной системы. Но не может один антикоррупционный прокурор, допустим, получать 97 тысяч гривен, быть честным. Тогда, когда вся остальная армия чиновников, и не только чиновники, учители, преподаватели, они получают мизер. Вот была большая надежда, то есть остается большая надежда на реформу полиции. Но вот сегодня, в 1 декабря, обнародован документ, где указываются зарплаты в полиции. Ну, я вам так скажу, может быть, я что-то не понимаю, но вот оклад за звание генерала полиции второго ранга составляет 2800 гривен. Третьего ранга 2600 гривен. Также правительство установило оклад за звание старшего сержанта полиции в 1000 гривен, сержанта 800 гривен, капитана 600 гривен, а рядового 400 гривен. То есть, и мы думаем, что они не будут вмогать взятки? Это не реформа, звичайно. Взагалі, мае бути реформа, вся реформа держслужб. Насколько мне не видно, на минулому тижне разгадался этот законопроект, так его не присунули. Державные службовцы, как и правоохранцы, мают отримывать достойную зарплату. Нам дуже-дуже дорого обходятся дешевые зарплаты для державных службовцев. Тому, ну, звичайно, это негативно. Да, если это будет так, то это, ну, это провал априори. То это же провал. Еще одна вещь, которая произошла вчера вечером. Вчера вечером, я не знаю, смотрели ли вы Свободу Слову на ICTV, но там произошло нечто. Вот народный депутат от Народного фронта Николай Мартыненко заявил, что складывает свои полномочия как депутат. Вот что он сказал. Я принимаю решение про складывание депутатских повноважений. Это первое вопрос. И таким чином, добровольно отмечаюсь от депутатского иммунитета. На этот момент, я прошу и вертаюсь до главы Верховной Ради, до регламентного комитета, до членов коалиции, до всех депутатов, чтобы это решение было проголосовано уже на наступном сесейном тижне. Чтобы не гратися, будет 226, и не будет 226. Будет 226, я сам над этим буду працювать. Ну и так далее. Вот мне такой вопрос возник буквально даже вчера. Вот, как вы думаете, это такая сакральная жертва или, как говорится, первый пошел? Ну, видите, обгрунтование, которое сказал Мартиненко, что он не хочет пиховаться за депутатскую недоторгальность. Я думаю, что это крок, с одной стороны, уже давно он должен быть выполнен, еще после первых публикаций Сергея Лещенко про расследование в Швейцарии и в Чехии стояло Мартиненко. А второе, я побоюсь, что Мартиненко с ним из себя депутатские повноважения перестане быть народным депутатом, но Генеральная прокуратура так и не начнет расследования стосовно него. В принципе, Генеральная прокуратура и не может уже начать, уже мает начать НАБУ. Это его подследовательность. И антикорупционный прокурор. То есть, это чередной тест для... И это тест, так. Это тест для Холодницкого, это тест для Национального антикорупционного бюро. Тобто, он уже не депутат. И, до речи, он уже не в подследовательности НАБУ. Можливо, это также хит конем, чтобы не подпасти... Да, то есть, это может быть такое, что с ним ничего дальше не произойдет. Но, насколько это его решение? Или это решение вот этого человека, которому Сергей Лещенко протягивает как раз дела Мартиненко в швейцарском прокуратуре? Я не знаю, кто из этих двух осей мает больший вплив, на самом деле, потому что Мартиненко известный так неофициально как ключевой спонсор Народного фронта. Я думаю, что это, как говорят, обоюдное решение. То есть, я ценюку нужно было что-то. И Народному фронту нужно было как-то отреагировать. И самое последнее, насколько это все связано с приездом скорым, приездом Джо Байдена в Украину? Я думаю, на что будет фокусироваться Джо Байден это на Генеральной прокуратуре. И на реформе прокуратуре, на всем, что делает прокурор. И антикоррупционная прокуратура, соответственно, и НАБУ. Поэтому знание себя мандата это полный крок. Полный крок это уже прокуратура должна помочь это сделать. Проваджение. Спасибо, Дарья Калинюк, за эту беседу. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин